Последние штрихи в этой картине наносят листьями, но вот сказать, картина маслом не получится. Композиция исключительно из растений, овощей, фруктов. Их можно видеть на центральной аллее и у многих заведений парка Ривьера. Идея именно так украсить этот уголок Сочи ко дню города возникла месяца два назад. Было проведено совещание при главе города, Совет культуры, которого Анатолий Николаевич Пахомов поставил нам задачу в этом году, ну вот так с изюминкой что ли, провести подготовку к дню города и сам праздник, день города. Мы сели, подумали, и вот у нас такая креативная идея родилась. Тыквы здесь превращаются не только в кареты, как в сказки, а во все, что угодно. Вокруг дельфина они стали морскими валунами, а в другом месте, пока не пришло время снеговика, появился его осенний предшественник. Вариантов композиции множество, идея общая. Руководил всем этим процессом художник парка Яков Григорьевич Матусовский. Закончился летний сезон, и чтобы создать людям такое праздничное настроение, мы решили украсить парк вот такими замечательными осенними композициями. Гостям парка идея понравилась. Одним как место для игр, другим для фотографирования. Мне все понравилось, абсолютно, с душой так сделано. Все очень красиво, приятно, такая золотая осень. Осенний вернисаж готовили сотрудники парка. Подключились и предприниматели, которые здесь работают. Администрация парка объявила конкурс на лучшую праздничную осеннюю композицию. В нем может участвовать любой желающий победителю приз, билеты в дельфинарий. Композиции ждут в отделе культурно-досуговой деятельности парка. Это в Зеленом театре. Работы можно приносить с 12 до 16 часов ежедневно, кроме понедельника и четверга. Победителя определит открытое голосование, но состоится в день города 21 ноября в 14 часов. В парке в этот день пройдет немало праздничных программ. Здесь откроют памятный знак «Я люблю Сочи». Кольца – символ города Олимпийского, перламутр – города Приморского. Ну а что означает сердце – это понятно и без слов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.